В Лапту в Алтайском крае теперь играют на профессиональном уровне. Барнаульские спортсмены открыли игровой сезон в эти выходные. В парке спорта встретились команды Форс классического университета и ПБЭ Барнаул. Возрождение традиционной русской лапты наблюдается в России. В этом году была создана профессионально-любительская лига, в которой входят 27 команд со всей страны. В Сибири таких коллективов шесть. Из Омска и Новосибирской областей, по две команды из Томска и Барнаула. Обе дружины из краевой столицы встретились на родном поле, чтобы выяснить, кто сильнее. Спортсмены играют первый сезон, но у них уже есть болельщики. Спортсмены-любители активно тренируются и набираются игрового опыта, чтобы достойно встретиться на поле с профессионалами и даже побороться за призовые места в своей лиге. Мне кажется, у него есть все перспективы. Это интересно. Я сам скептически как-то относился, не очень. Я думал, лапта, а потом затянуло. Это крутой вид спорта на самом деле. Правила лапты следующие. Две команды по шесть человек выходят на игровое поле. Одна из них выстраивается на линию нападения, другая занимает центральную часть поля. Задача нападающей команды – сделать подачу и перебежать через защитников на другую сторону, а потом вернуться, не будучи при этом засаленным мечом. А лапта – это именно командный вид спорта. То есть вы бежите всей командой, вы возвращаетесь всей командой. Это если в нападении, если в защите вы ловите всей командой, пытаетесь выбить, играете через пас. Два тайма по 25 минут принесли победу спортсменам «Форса». Итог матча – 42-22. Таким образом, на сегодняшний день команда занимает третье место в турнирной таблице. Победила, конечно, по делу команда «Форс», потому что играли ребята посильнее. Видно, что уже есть какая-то практика. Они уже в этом году съездили в Томск, сыграли матч, хоть и проиграли сильно, но они там получили очень хорошую практику. Там они действительно увидели, как играют лучшие команды не только нашей Сибири, а всей России. Следующие игры алтайских спортсменов также пройдут на родном поле. 24 июня им предстоит встретиться с безоговорочными лидерами Лиги Омским легионом. А пока инициативная группа работает над созданием Алтайской федерации лапты. Юлия Шаламова, Анатолий Фукс, Новости.